Повышение престижа рабочих специальностей и подготовка молодых кадров для производства стали поводом для острых дискуссий на круглом столе, который состоялся сегодня в учебном центре Кировского машиностроительного завода 1 мая. При поддержке авиатской торгово-промышленной палаты. Какое будущее ждет профтехобразование в нашем регионе? Тему продолжит Иван Швецов. У ребят из 8 класса средней школы номер 10 идет необычный урок. На нем школьники делают садовый инвентарь, маленькую лопатку и грабли. Занятие проходит на территории Кировского маш-завода 1 мая, в одной из учебных аудиторий, которая осталась еще с советских времен. Несмотря на массовое сокращение производства и падение престижа рабочих специальностей, которые имели место в лихие 90-е, завод сохранил то лучшее, что было в профтехобразовании советской эпохи. На сегодняшний день на предприятии действует пилотный проект по взаимодействию школы Вятского электромашиностроительного техникума и завода. Сегодня выпиливали две детали, как это будет. На них будет держаться лопатка с одной стороны, а с другой будут грабельки. Потом делаем резьбу и эта резьба будет вкручиваться за специальную палочку. Мама очень была рада, что сделала для нее такую лопатку. Довольна была. Бабушка тоже попросила себя в сад. Бабушка. Бабушка будет ее использовать в саду. Они сказали, что я ее очень аккуратно сделал и хорошо. Им понравилось. Я научилась делать разные детали. Получил опыт и мне пригодится это в будущей жизни. Школьники приходят сюда с седьмого класса и, по словам преподавателя, порой даже не умеют держать молоток в руках. После нескольких лет обучения ребята превращаются практически в готовых для дальнейшей работы на заводе специалистов. Они заинтересовались, они уже многие хотят поступать в технику. Ну вот где-то из 68 классников 15 человек сказали, что будем поступать к нам в технику. То есть, с одной стороны пропаганда, с другой просто жизненный опыт. Ну для жизни им пригодится. По сути дела, новый проект предлагает всерьез изучить исторический опыт школы фабрично-заводского обучения, больше известной как школа ФЗО. И взять лучшее, что было в системе профтехобразования прежних лет. Отметим, что учащиеся тогда находились на полном государственном финансировании и имели серьезные социальные гарантии. Я сам прошел школу профтехобразования, учился в ПТУ номер 5, на электрика, на электромонтера, на электромонтажника. И знаю, что вот эта категория людей, если в этом будет заинтересовано предприятие, всегда будет защищена социально. Вот и дети, начиная с профтехобразования, могут работать на заводе, получать деньги. Мы даже выделяем им питание. Если нужно, как бы и проживание можем выделять. России сегодня, как никогда, нужны квалифицированные рабочие. Несмотря на то, что в постиндустриальную эпоху мировое производство практически любых бытовых товаров сместилось в Китай, есть отрасли, и в первую очередь это отрасль оборудованной промышленности, которая страна заменить импортом из-за границы не может ни при каких обстоятельствах. Это понимают и в правительстве страны. Гособоронзаказ растет, гарантируя и сохранение рабочих мест, и достойную зарплату. В основе любого дела лежит профессионализм и знание нормальной человеческой профессии. Управить людьми можно квалифицированно, когда знаешь сущность профессии этого человека. Вот это как раз и происходит здесь, благодаря великим энтузиастам, которые к великому счастью работают на предприятиях, в том числе на данном предприятии, училищих школах. В 90-е годы выросло целое поколение людей, которые не умеют работать руками. Но армии бухгалтеров, экономистов и юристов не смогут вывести страну в мировые лидеры экономического роста, отмечают аналитики. Это могут сделать только свои, воспитанные на родине и верные этой родине, рабочие, инженеры, ученые. На круглом столе были представители самых разных учебных заведений города Кирова, которые заинтересовались проектом взаимодействия школы и завода, возрождении лучших традиций профтехобразования. Иван Швецов, Вячеслав Голиков, Вести, Киров.